Откуда появились слухи о самоотверженном труде местной управляющей компании, непонятно. Укладка асфальта от кольца до въезда в микрорайон ведется полностью за счет сил и средств района и городского поселения Одинцова. Что же касается благоустройства территорий, создания новых парковочных мест у домов номер 10 по улице Кутузовской и домов номер 65 и 67 по улице Чистяковой, то здесь ситуация несколько иная. Эти работы выполняются в рамках достроя тех объектов, которые завершаются СУ-155 работы, ДРСУ 5 выполняет их. Эти работы выполняются в рамках санации СУ-155. Соответственно, говорить о том, что это управляющая компания их финансирует, либо выполняет абсолютно неправильно. Вот это выполняют строители как свои обязательства. Эти обязательства они выполняют в том числе по распоряжению района. То есть район этот вопрос ввел, контролировал. И вот сейчас мы вышли уже на финальную стадию реализации тех обещаний и обязательств, которые на себя брали строители, начиная этот микрорайон строить. По крайней мере, два из трех домов, о которых идет речь, переданы местной компанией в управление прежним застройщиком СУ-155 с момента их ввода в эксплуатацию. Содержать в порядке прилегающую территорию и так входит в ее обязанности. И именно в рамках этих достаточно узких полномочий местная УК участвует в проведении работы. Те пожелания от жителей, которые есть, они в первую очередь должны поступать в управляющую компанию. И она просто исполняет волю жителей. Соответственно, мы имеем возможность эти все вещи также контролировать со стороны уже застройщика. И говорить о том, что управляющая компания это делает, она не делает это, она помогает это выполнить. А никак не финансирует. В рамках муниципальной программы по созданию дополнительного парковочного пространства процесс обустройства в районе новых парковок идет постоянно. Только в этих трех дворах на Кутузовской 10 и Чистяковой 65-67 после комплексного благоустройства должно появиться еще 50 парковочных мест. Если получится, то их будет больше, чем 50. Там просто в каждом случае приходится делать индивидуальный подход и рассматривать возможность дополнительных каких-либо территорий для асфальтирования и размещения машин. Мы понимаем, что на территории очень плотная застройка. И эта застройка высотная. У большинства жителей есть автотранспорт. Соответственно, этот автотранспорт требует места для размещения.